Здравствуйте! В эфире программа «Эхо Ко. Новый мир». Меня зовут Владимир Матвеев. Сегодня мы подведем итоги очередного бегового дня, прошедшего на Адстаральном Московском подроме, минувшее воскресенье. А в качестве эксперта мне будет помогать наездник и коневладелец Евгений Рудник. Евгений, добрый день. Добрый день. Евгений, ну, в целом, хочется сказать, что непростой беговой икенд для вас сложился. Да, вы в воскресенье выступали на Адстаральном Московском подроме. Об этом мы еще поговорим. Хочется у вас спросить про вашу кобылу Алиси Виш, которая выступала в субботу на Тамбовском подроме. В призе дерби. И у вас два гита, был пятый номер. Да, к сожалению. Что это за совпадение такое? Не знаю. К сожалению, большому не повезло мне действительно с номерами в Тамбове. Потому что пятый номер в Тамбове – это самый полевой номер. Мало того, пятый номер еще и попадает на антивираж. Поэтому принимать оттуда, конечно, колоссально тяжело. Но это судьба. Так распределился жребий. Поэтому приходилось ехать с тех номеров, которые достались. Довольны ли вы целым результатом? Ну, честно сказать, конечно, в первом гиту я надеялся на чуть лучший результат. Хотя, опять-таки же, в первом гиту мне удалось улучшить три десятых секунды. А вот второй гит прошел крайне удачно. Мне удалось очень занять хорошую позицию. Третье место. В итоге? И в итоге, и в этом гиту. И Кобыла скинула еще почти секунду, поправив рекорд до минуты 57-4. Поэтому я очень доволен. Ну, все-таки, наверное, когда записывали туда Алисию Вич, рассчитывали на более высокое место? Естественно. Опять-таки же, там появились соперники, которых я не ожидал, честно. Которых вы не знали, да? Да. Первый номер – Албания, которая как раз-таки же выиграла дерби. И оба гита выиграла с места до места. Это была какая-то фантастика. Потому что я рассчитывал, что она езду сложит совершенно по-другому. Поэтому для меня, ну, я думаю, что и для всех тамбовчан это был, конечно, сюрприз. Хорошо. По Алисии Вич, в принципе, все понятно. Кобыла классно. Кобыла выступает с двух лет на самом высшем уровне. И отличный для нее складывается этот четырехлетний сезон. Давайте переходить, приезжать в сторону Москвы. Первый приз – приз имени Российской Федерации для лошадей четырех лет и старшего возраста – российских пород. Евгений, дистанция 3-200. Дистанция длинная, два круга. В основном все лошади старшего возраста, кроме четвертого номера – апогея. Он единственный у нас четырехлетка. Всероссийская рекордистка – блэкавера. Седьмой номер. Шестой номер – Айвен Галок. Александр Попов, как приглашен, наездник выступал. И нужна ли нам такая длинная дистанция? Все-таки первая часть дистанции наездники ехали довольно-таки аккуратно. Ну, скажем так, что здесь, конечно, должна быть очень, с одной стороны, аккуратная и тактическая борьба. Потому что все-таки здесь не удастся так проехать легко и так же играючи, как на 1600 и 2400. Тем более, это, наверное, сложно очень морально для лошадей, потому что они все-таки привыкли делать вот эти броски. А тут фактически приходится два раза проходить финишную прямую. Поэтому езда должна быть очень аккуратной. И, в принципе, мы, собственно говоря, это и видели по заезду, когда, ну, скажем так, практически такой явный фаворит этого заезда, Блэк Кавер аккуратно приняла со старта. Но причем хотел перехватить Эльнур Хурамшина Александра Попова на Айвенго. И Александр просто не дал ему перехватить. И пришлось Блэк Кавер ехать в открытую лошадь вторым колесом. Но при этом, опять-таки же, вот мы сейчас видим, как по заезду Эльнур Хурамшин, так скажем, не давит Попова. Но ехать далеко. Не провоцируя на резвую езду, поэтому, ну, скажем так, это именно такая тактическая аккуратная езда сложилась. В принципе, опять-таки же, подобная тактика дала шансы и остальным участникам заезда. Вот мы сейчас видим, что Сид тот же хорошо сидит в спине. И была такая очень классная позиция, в принципе, вторым колесом в первой спине. Это такое шикарное место для броска. Ну, для Леона Че чуть было тяжело, потому, на мой взгляд, вот опять-таки же, вот даже мы сейчас видим противоположную прямую, выбраться из коробки, понимая, что тебя с одной стороны прикрывает Сид, который явно не собирается вставать, и Блэк Кавер, и впереди тебя, собственно говоря, один из фаворитов Айвен Галок. Поэтому для Леона, конечно, это, ну, как бы, если он все-таки надеялся на какой-то сильный финишный бросок, то оттуда выбраться достаточно было тяжело. Ну, и вот как раз-таки же опять, ну, сейчас видим, что он оттягивается назад. Это, ну, здесь, конечно... Ну, по 29 поехали. Да, сложилась уже усталость лошади. Мы видим, что, конечно, того же Леона Че просто не хватает на эту дистанцию. Он, ну... Евгений, вот в этом месте Блэк Кавер немножко поехал вправо, потом поехал немного левее. Да, мы смотрим со стороны, как бы здесь со стороны до конца еще непонятно, надо смотреть спереди, был ли там кроссинг или нет. Но такое мне не было. Здесь должны, конечно, безусловно, решать судьи. На мой взгляд, действительно, Блэк Кавер сначала переместилась все-таки, скажем так, на, ну, по крайней мере, два с половиной колеса от Бровки. То есть, в принципе, потом он так откровенно Сида зажал, посадив его в коробку и в спину. И мы видим, что прямо перед самым столбом Сид, ну, не то чтобы погасает, но так немного сбавляет пейс, потому что ему просто банально прибавлять уже некуда. И я думаю, что Наталья Плесер просто поняла, ну, что ее уже оттуда не выпустят. И смысла, как бы, дальше посылать лошадь уже бесполезно. Но, с другой стороны, вот, честно скажу, до последних метров мне было непонятно, кто выиграет. И вот, ну, скажем так, Блэк Кавер, она так прям подвисала концом. И я вот до последнего, ну, как бы, так, было совсем непонятно, кто из них выиграет. Причем вот по картинке не видно. Я бы даже больше скажу, ну, это, наверное, просто особенность ипподрома, и особенность расположения камеры фотофиниша, что, ну, обычно, когда лошади подходят вот так вот, по крайней мере, визуально, голова в голову, выигрывает обычно лошадь, которая на бровке. Ну, вот, хотя, вот, я поэтому и думал, что здесь Айвенга, собственно говоря, выиграет. Но фотофиниш показал, и Блэк Кавер оказалась впереди. Да, Блэк Кавер, всероссийская рекордистка подтвердила свой класс. Первый круг, эти лошади ехали 2,8 и 7, а второй круг 2,1 и 2. Вот как раз вот эта удлиненная дистанция. Может быть, 2,400 было бы оптимально? Никто бы не экономил бы секунды? Ну, опять-таки же, что значит экономил? А еще лучше бы на 1600 проехать. Это такой приз, такие условия заезда, такая дистанция. Ну, у нас не часто, с другой стороны, 3,200. Да, это один из немногих интересных призов. И поэтому и подают сюда лошадей определенных, и готовят лошадей определенным образом, и тактическая езда особенная. Поэтому этот приз имеет свою особенность, и я считаю, что он так же интересен, как и все другие. Если вам не нравится такая дистанция, вы считаете, что для лошади она губительна? Не пишите просто, да? Да, не пишите, и все. Хотя мы видим, 7 голов было записано изначально. Да, 7 голов, в принципе, не очень хорошая записка. То есть, те лошади, которые сюда подались, это хорошие лошади, одни из лучших лошадей сезона. То есть, как бы люди победили традиционных призов. Да, поэтому я считаю, что заезд был очень интересным, и эта дистанция, она только добавляла свою изюминку. Потому что, ну, опять-таки же, до конца не было понятно, у кого все-таки хватит сил настолько долго. И вот особенно там та же Black Cover открыта вторым колесом. Да, причем Александр Попов, я с ним разговаривал после заезда, отметил этот момент. Он изначально планировал водить, так как с приема Black Cover был полевой номер. То есть, он хотел создать, как минимум, такие же условия, как для себя. Но он едет по бровке, Black Cover едет вторым колесом. Для нее теоретически сложнее. И если мы говорим про Авенго, он на год старше, и он жеребец, чем Black Cover. И все равно Black Cover на финише его, ну, как бы, пересилило. Да, абсолютно верно. Значит, класса в этой лошади больше. Поэтому, как бы, здесь с позиции обоих наездников, и Александра Попова, здесь, как бы, была правильно разложена езда, и все достаточно грамотно было. То есть, на мой взгляд, как бы, и прием не совсем супер такой резвый получился. И сама езда так достаточно аккуратно была разложена. Поэтому, с точки зрения тактики, и Александр Попов, который, ну, откровенно, ровно раскладывал езду, был прав. И Ильнур Хурамшин, который держался чуть позади, фактически, как бы, рядом со второй лошади. То есть, как бы, не провоцируя Александра Попова на более резвую езду. Потому что, опять-таки же, вот, банально, может быть, если бы езда была бы чуть порезвее, учитывая то, что Блэк Кавер приходилось ехать все-таки два круга, это достаточно большая потеря в дистанции, может быть бы, на финише все было бы и по-другому. Ну, мне кажется, результат закономерный. Давайте посмотрим таблицу итогового этого заезда. Дистанция была удлиненная. Приз имени Российской Федерации. 2-4,09,9 Блэк Кавера с новым всероссийским рекордом для кобыл старшего возраста иностранного происхождения. Отличное второе место для Айвен Галок, хотя он смотрелся очень сильно в этом заезде. Но, как мне кажется, результат все-таки закономерный в целом. Да, ну, опять-таки же, это была красивая, ровная борьба, все могли победить и решали просто вот какие-то там доли миллиметра. Очень красивый заезд получился. Евгений, давайте посмотрим еще несколько очень интересных рядовых заездов, а именно для лошадей трех лет, российских пород, которые также прошли на Центральном Московском подроме. Очень сильные трехлеточки. Да, не лучшие, но очень крепкие. Шестонарный фольюид Ярослава Лагвина имел хороший рекорд 2-2. Пятый номер блондинка Надежда Соколова, двухминутная трехлетняя кобыла блондинка, победитель приза гибрида на Саратовском подроме, где не самая, как говорится, резвая дорожка. Фемида, четвертый номер Александра Несяева. И, наверное, еще выделялись две лошади Андрея Вилкина, Альбертини Че и Байфиа Лог. Да, абсолютно верно, вы подметили лидеров. Причем, опять-таки же, вот как мы со старта сейчас видим, тот же Альбертини Че принимал очень аккуратно. И для меня это, на самом деле, было даже каким-то сюрпризом. Ну, он непростой вообще жеребец. Может быть, может быть, действительно, со старта ему так тяжеловато. Он так достаточно оттянулся. И вот только ко второму повороту подошел к общей группе лошадей. Ну, в принципе, на финише неплохо подав. Ну, а нам Андрей Вилкин как раз в интервью говорил, что он, в принципе, с врожденными проблемами. У него есть такие недостатки, физические недостатки, которые, может быть, ему в какой-то степени и мешают бегать. Возможно, поэтому он так аккуратно на нем и принимал. Но Ярослав... Хотя происхождение сумасшедшего у него. Да, так очень здорово и принял, и провел лошадь по дистанции. Хотя, как мы увидели, уже концом чуть-чуть ему не хватило довести. Но была третья реза, то есть принял флюид 30 и одну. Все-таки при рекорде 2-2 вторая была 39, а третья 30 и 8. Ну, ехали, как бы, говорится, здорово. Прилично, да, очень прилично ехали. И потом, опять-таки же, фактически блондинку он протянул за собой в спине, то есть давая явное преимущество. Прикрывать особо некому было, потому что тот же Андрей Вилкин просто не успел, наверное, это сделать. И, может быть, он бы и прикрыл, но пока он выворачивал из-за лошади, которая сбилась, собственно говоря, не успел это сделать. Потому что тогда, может быть, распад был другой на финише. Но, тем не менее, отличный бросок у блондинки, позволивший ей выиграть этот заезд. Очень красивая езда сложилась. Евгения, за исключением всероссийского рекорда Black Cover, в этот день, в принципе, ехали довольно-таки, может быть, неплохо, но рекордных секунд мы не видели. С учетом рекордов, именно личных рекордов, именно лошадей. Это с чем было связано? Может быть, с какой-то степени, чтобы погода была прохладной? Все-таки уже осень? Да, уже. Ну, во-первых, большинство лошадей уже подвыбилось после сезона, который у нас в этом году достаточно длинный был, с учетом того, что основные призы в этом году, ну, как и в прошлом, в принципе, были смещены на август месяц. Соответственно, лошадям приходилось фактически с, ну, так скажем, с середины мая уже начинать ехать, как говорят, во все деньги. Поэтому трехмесячный сезон – это очень достойно. Ну, и естественно, что когда мы выходим на середину сентября, фактически, ну, большинство из лошадей уже выходит из порядка. Поэтому удержать лошадь в порядке, там, 4 месяца, ну, практически невозможно. Поэтому мы и видим такое определенное падение секунд к концу сезона. Это, на мой взгляд, закономерно. Давайте посмотрим итоговую таблицу этого заезда. В целом, вот эти трехлеточки, да, они не лучшие. Как вы считаете, кто из них наиболее перспективный? Ну, здесь сложно сказать. Опять-таки же, из того, что мы сейчас видели, и Флит, который с места до места, как бы в 2-3 приехал, это очень-очень неплохо. Опять-таки же, понимаешь, что он ехал один. Блондинка тоже 2-3-6, выиграв заезд, из-за спины достаточно, на мой взгляд, так легко кинулась. Поэтому, ну, по крайней мере, эти две лошади явно им так легко давался заезд. Альберти и Ниче, ну… Мне кажется, может быть, по какой-то степени по Альберти и Ниче какая-то недосказанность у нас осталась по итогу сезона. Здесь, как говорится, мы увидим его в следующем году. Опять-таки же, еще… Где-то только. Да, где только вопрос. Еще зимний сезон впереди. Поэтому посмотрим. Я думаю, что Андрей Вилкин с ним разберется и какой-то результат покажет. Хорошо, едем дальше. Следующий заезд для Орловских лошадей 4-х лет и старшего возраста. Сумма выигрыша до 200 тысяч рублей. У нас единственный старший возраст – это был первый номер Кобрин Екатерина Василюк. Все остальные лошади 4-х летки Орловские. В целом, в этом году очень сильный состав 4-х летних Орловцев. Да, мы сейчас наблюдаем заезд не для лучших 4-х леток Центрального Московского подруга, но при этом очень крепких. Пятый номер – Ковчег Завета Син. Наталья Плесер 2-2,7 имела рекорд. Четырехлетний Орловец 2-2,7. Когда такое было, да, из-за исключения этого сезона? Потом другие лошади очень приличные. Как этот заезд получился? Ну, я вообще считаю, что в этом году, если вообще на всех лошадей посмотреть, то, может быть, это какой-то 4 года назад зима была такая, потому что все ставки 4-х летних лошадей… Холодные или теплые? Ну, видимо, теплые, да, потому что все ставки 4-х летних лошадей в этом году показывают просто какие-то феноменальные секунды. Что американцы, что орловцы. И мы видим просто потрясающие секунды. И не только даже на московской дорожке, а на всех ипподромах в целом как бы секунды очень-очень улучшились. И лошади просто потрясающе едут в этом сезоне. Ну, а московская дорожка реконструированная просто благоволит. Этому она наконец-то слежалась и по ней очень приятно стало ездить. Ну, а если говорить про конкретно этих лошадей, то вот мы сейчас видим финишную борьбу… Профиля? Профиля и как человек завета Син. Профиль водил, причем он водил-то довольно-таки резво. У него был рекорд 2-7 и 1 профиля. Водил он 31-6 первая, теперь была Тунгатаров вторая, 30-8. То есть мы понимаем, что минута 2-4 полкруга при рекорде 2-7. Да, это очень было резво. Я, честно говоря, в самом начале не совсем так понял, на что Тунгатаров надеялся, ну, потому что все-таки приехал… То есть он по езде должен был приехать на 2-3, получается. Ну, хотя бы на 2-4, там, с долябью 2-5. Поэтому, как бы, имея рекорд 2-7, опять-таки же, к концу сезона на подвыбитой лошади, ну, мне кажется, это все-таки было резвовато. Может быть, не стоило раскладывать так заезд и так резво принимать и ехать так вперед, но, опять-таки же, заезд бы мог тогда собраться более кучно и из этой кучи было бы тяжело выиграть. Хотя его и так прошагали 2 лошади на финише. Третья четверть была 31-7, немного потише, чем вторая, и заканчивали 32-1. Причем из-за спины ковчег Завета Син Наталья Плесер. Ну, не так просто. Из-за спины он все-таки обыграл профиля. Да, он с определенным подвисанием и в посыле все-таки. То есть, как бы, Наталья его явно так хорошо достаточно посылала. Но, тем не менее, лошадь достаточно неплохо ответила на этот посыл и, скажем так, достаточно хорошо подала. Поэтому, ну, сказать, что совсем легко дался заезд, нет, но очень красиво. Хотя, опять-таки же, и третий номер домовой так достаточно издалека бросился и тоже очень неплохо подал. И если бы он сидел поближе где-то в спине, я думаю, что, может быть, бы и расклад заезда был бы другой. Евгений, пару слов про этих довольно-таки крепких четырехлеток. Да, они не лучшие в своем возрасте, но старший возраст. Как вы считаете, они будут бегать по своей компании, зарабатывать деньги, или все-таки, возможно, кто-то из них добавит и приблизится к лучшим? Тут сложно сказать. Все зависит, конечно, от тренинга и подхода. Опять-таки же, в следующем году фактически им придется переместиться уже в старший возраст, поэтому большинству из этих лошадей придется очень тяжело. То есть им придется бегать совершенно в иной и очень сильной компании. Поэтому есть, конечно, большая вероятность, что некоторых из них мы уже, конечно, в следующем сезоне не увидим. Хотя орловцы в основном лошадки достаточно поздние, поэтому посмотрим, как тренера и владельцы решат по ним. Давайте посмотрим итоговую таблицу этого заезда. Заезд получился, в принципе, интересно, неплохой. Призовый фонд был 39 тысяч рублей. Неплохие призовые, да, в принципе, для таких средних четырехлеточек? Я бы сказал, что орловцам вообще в этом плане везет, потому что, в принципе, очень неплохие призовые, которые, ну, как бы можно зарабатывать практически каждую неделю. И я бы даже сказал, что, наверное, орловцы – это сейчас единственная лошадь, которая способна отбивать свою... То есть орловцы выгоднее держать на этой стороне Московского фондома? Да, сейчас в разы выгоднее. За них платят больше, да? За них платят больше, но это специфическая порода. И его из Америки не привезешь, да? Это и плюс, и минус одновременно. С одной стороны, это специфическая порода, которую надо знать, а со второй стороны, ограниченный ресурс этих лошадей и дает определенные преимущества. Хорошо, едем дальше. Следующий заезд также для орловских лошадей. На этот раз для старшего возраста. Сумма выигрыша от 200 до 500 тысяч рублей. Здесь уже лошади были побогаче и постарше. 8 голов в записке. 8 номер «Футурист Чиен» Натальи Мальцевой. 7 номер «Принцип» Станислава Труфанова. Очень резвый. 6 номер «Коринф» Александра Попова. Также не менее резвый. 5 номер «Канцлер» Лариса Танишиной. «Монгол» четвертый номер победителей «Приза». «Барсон» на центральном московском подроме в руках Алексея Грищина. Ну и «Кокчитаф». «Кокчитаф» имел третий номер. Эльнур Хурамшин имел победу по последней своей езде. 2-4 и 1. И он был одним из фаворитов этого заезда. Дистанция была такая же – 1600 метров. Да, но, собственно говоря, мы и видим, что Эльнур Хурамшину достаточно легко удается перехватить. И возглавить этот заезд. И он достаточно легко так едет по дистанции, очень уверенно. Его прикрывает Лариса Танишина. Но мы четко видим, что Эльнур, скажем так, с таким запасом едет. Но Куражер, можно сказать, в какой-то степени после «Блэк Кавиар». Ну, возможно, да. Когда ты едешь на таких лошадях, потом так пытаешься повторить манеру и стиль езды. Ну вот, отчасти, наверное, ему это удается. Хотя первая четверть была 31,4. Хорошая рабочая четверть для такого класса лошадей. Вторая – 32,5. Отдохнули, посидели чуть-чуть. Третья – 32,7. Тоже никуда не торопились. И четвертая, последняя – 38 на финише «Кокчитав» уезжает от своих соперников. С учетом того, что в трехлетнем возрасте «Кокчитав» был 2,6. Очень приличный секунд в руках Ольги Исаева. На самом деле, подобная езда и тактика езды – это, в принципе, классика жанра наезднического мастерства. Когда ты не совсем резво принимаешь, даешь по противоположной прямой лошади немножечко отдохнуть. И, оставляя в руках запас, на финише красиво уезжаешь. Опять-таки же, у соперников сзади, по сути, две тактики – сидеть до конца и попытаться сделать более резвый финишный бросок. На что, как бы, все, наверное, уповали. Ну, либо пытаться перехватывать и раскатить лидера, что сделать достаточно непросто. Ну, вот на финише мы увидели, что, в принципе, «Кокчитав» достаточно легко прибавляет и не оставляет шансов, по крайней мере, в этом заезде своим соперникам. Да, мы сказали про первую четверть, была она 31,4. Другие лошади, такие как канцлер Ларис Танишин, такие как, конечно же, Коринев Александр Попова, они очень резые как раз вот на коротке с приема. То есть, по тому же канцлеру, как мне Виталий Костанович Танишин говорил, он 29 может с ноги принять. Он очень резый. А на финише ему немного не хватает. Ну, здесь же, опять-таки же, вот мы видим сейчас на финишной прямой, что вроде бы практически у всех лидеров есть возможность отвернуть, да, и сделать, в принципе, неплохой бросок. Но при этом вот такой вот явно резвый, красивый и четко выраженный получается только у третьего номера. Поэтому, видимо, оставшиеся лошади уже подвыбились к концу сезона и им просто не хватает. А для Кокчитава это был только четвертый старт. В принципе, четвертый старт, шестой старт за два года. Ну, совсем мало выступает. Ну, поэтому, видимо, это и есть ответ, потому что начало сезона он пропустил, а теперь просто наверстывает, как говорится, упущенное. Давайте посмотрим итогу таблицы этого заезда для лошадей старшего возраста Орловской породы. В принципе, секунды рабочие 2,74, как читав на первом месте. Ну, как говорится, если тебя по дистанции не заставлять ехать, зачем ехать резвее, да, может быть? Да, если ты можешь выиграть в тихие секунды, зачем взлетать, собственно говоря. Расскажите нам для наших телезрителей, зачем ехать в тихие секунды, чтобы лошадь сохранить или для чего? Ну, естественно. Когда мы раскладываем тренировочный процесс лошади, наездники, они, естественно, планируют определенные секунды по езде для того, чтобы лошадь подвести к тому или иному призу в оптимальном состоянии. Но если тебе в, скажем так, в обозримом будущем ты явно не выходишь через месяц или полтора на какой-то основной приз, то твоя задача просто, условно говоря, выигрывать рядовые призы. И если мы их выигрываем, то смысла ехать в них на максимальных резвостях просто нет. Поэтому если соперники тактически позволяют тебе сделать такой тихий заезд и выиграть его в не очень резвые секунды, то для лошади это определенный отдых. И мы спокойно можем эту лошадь подать через неделю, где она сможет легко проехать или в более резвые секунды, или в такие же, и также легко выиграть без ущерба для своей подготовки и своего здоровья. То есть это нам дает возможность сэкономить силы, которую мы можем воспользоваться, либо записать ее раньше, либо более свежая лошадь выйдет на следующий старт. Абсолютно верно. Хорошо, едем дальше. Следующий заезд для лошадей 4 лет и старшего возраста. Российских пород. Сумма выигрыша до 150 тысяч рублей. Евгений, вы принимали участие на 10 номере Трезон. Очень непростая кобыла на ходу. Мы видим, что вы выступаете, точнее Трезон запряжена в длинную качалку. Я понимаю, что это не просто так. Почему? И как она вообще на ходу? Опять-таки же, мне эта лошадь досталась уже в 2 года. Изначально заезженная, и она готовилась к другим тренерам в Европе. Ну и пришла она, к сожалению, уже в Россию с определенными проблемами. Мне полгода ушло только на то, чтобы на ход ее поставить. Но помимо хода, она очень непростая именно по своему психологическому состоянию. Она очень сильно переживает вот эти вот заезды. Подтягивает горячее? Нет, она не то чтобы подтягивает, но как только она попадает в это окружение, она, если не находится в начале заезда, а вот как только там проигрывает буквально даже полголовы, но, откровенно скажу так, немного отказывается от езды и пытается сбиться всеми возможными способами. Что мы как раз и видим. Да, поэтому такая очень-очень непростая лошадь, и поэтому вот на ней фактически есть два возможных варианта. Либо ты выигрываешь, либо ты далеко сзади. Евгений, Наполеонка Лок впереди. Александр Попов в последнем повороте хотел себе сделать задел. В принципе, понятно, да, Наполеонка обладает неплохим рекордом 2-1 и 2, но самый-самый стоп ее обыграет 14-й номер Present Angel. Вот эти четырехлетние кобылы, как мы уже отмечали, в этом году очень сильные четырехлетки и очень много классных кобыл. Эти кобылы тоже, несомненно, обладают высоким классом, но как с ними бороться? Ну, практически никак. Опять-таки же мы должны понимать, что и Наполеонка Лок и Present Angel бежали в основных призах. То есть это не просто какие-то статисты, а это лошади, которые входят в 20 лучших лошадей подрома. Поэтому и они действительно так бились весь сезон. Ну, опять-таки же плавно раскатываясь. Для кого-то конец сезона дается тяжело, как той же Наполеонке Лок. Она, в принципе, и в основных призах не очень уверенно выступала, показывая, скажем так, средний результат. Ну, а здесь просто, видимо, уже под конец бегового сезона ей стало совсем тяжело. И вот эта езда в открытую, езда в такого откровенного лидера, ну, я думаю, что в данном случае была ошибочна. Ну, что мы, собственно говоря, увидели. Ну, Александр Попов просто пытался убежать, да, в последнем повороте своих соперников. Понимаю, что кобыла его финиша иногда, как бы, на финише ей становится тяжеловато, но думал, что ему хватит вот этого задела, как раз в этом заезде победить. Но Презент Энджел. Отличный финишный бросок. Только кобыла. Финишный бросок просто потрясающий, издалека, красиво, так, без особого посыла, как вот мы видели, да, то есть она так достаточно легко. Татьяна Ерагина вообще без суеты проехала. Да, просто абсолютно спокойно отпустила вожжи и проехала фаворита. Поэтому мы явно видим, что здесь Презент Энджел была, ну, скажем так, намного лучше готова, и достаточно легко эта езда далась. Первая четверть была 29,7. Тайна Руслана Шепелева. Принимала она с восьмого номера. Видимо, хотел всех перехватить, потому что очень много лошадей слева. Ну, первая четверть, наверное, в какой-то степени резовато для нее было. Мы видели, как Тайна хорошо едет из спины. Далее становится тяжело. 36, 29,9. Наполеонка делает уже третью четверть. 29,9. Резвей 30. Как раз когда Александр Попов пытался убежать своих соперников. А четвертая четверть – 31,8. Да, мы понимаем, что Презент Энджел делала по себе резвее. Ну, опять-таки же, может быть, это для Наполеонки Лока была тактическая ошибка, потому что если бы, условно говоря, хотя бы поменять эти четверти местами, то есть третью четверть сделать там в 31, и пусть даже не так сильно убежать от своих соперников. Но все равно финишем бы наверняка подзавяло. Да, но давайте так, все бы сделали бросок, и насколько сильно бы хватило этого броска у Наполеонки Лока, был бы большой вопрос. Поэтому с точки зрения тактики, я думаю, что было бы более правильно, конечно, придержать третью четверть, и сделать все-таки нормальный, красивый финишный бросок. Ну, а там уже, как говорится, финишный столб всех бы рассудил. Но с другой стороны, четырехлетняя кобыла, кобыльный век короткий. Сейчас одна-две-три езды, и все, и маточный состав. Да, но мы же здесь все-таки едем на победу. И опять-таки же стоит помнить, что та же Презент Энджел сидела в спине. Поэтому, скажем так, если бы, например, заезд был бы более кучным, то Презент Энджел вполне возможно могла бы просто не выбраться банально из этой спины. И поэтому, ну, опять-таки, если рассматривать чисто тактически этот заезд, то, может быть, правильно было бы просто банально провести ее в коробке и сделать небольшой финишный бросок, может быть, таких секунд не получилось бы, но удалось бы лидера, ну, так скажем, провести в спине у себя, не позволяя сделать бросок и выиграть. Евгения, а как вы считаете, перед тем, как мы посмотрим итоговую таблицу этого заезда, вот в этом заезде было изначально 15 голов записки и дистанция 1600. Как вы считаете, может быть, на 2400 надо было это количество голов провести? Ну, опять-таки же, почему, чем плоха дистанция 1600? Со второй шеринге лошадям некоторым сложнее стартовать. Ну, правильно, а если бы этот заезд был бы на 2400, то есть, тем более, получается, что те, кто принимал во второй спине, во второй шеринге, мало того, что им было бы тяжело принять из второй шеринги, так им еще и на 2400 надо было ехать, то есть, ну, как бы, это еще и тяжелее. Поэтому это такая палка о двух концах и очень большой вопрос. Да, некоторые считают, что на 2400 можно спокойно разобраться, да, там, как-то выехать. Ну, не суетиться с приема, да. Да, может быть, но, тем не менее, для этого должно хватить силу на 2400. Не каждая лошадь выдерживает такую дистанцию. Поэтому это такой большой вопрос. Опять-таки же, стоит понимать, что эти лошади практически все были равны. И таких вот явных прям заведомо фаворитов, которые вот прям... Ровный заезд, да. Фонарем был, не было. Поэтому заезд был тоже красивый. Посмотрите, на финише. Что со старта практически... И секунды 2-2. Да, все лошади как бы ровно принимали. Что на финише мы видим, что все лошади подошли и красиво сделали такой финиш. Кучный. Поэтому, на мой взгляд, очень хороший, красивый заезд. И 1600 метров ничем не хуже, чем 2400. Хорошо. В заключение нашей программы давайте посмотрим еще один заезд для трехлетних расистых лошадейстов. Сумма выигрыша от 40 до 80 тысяч рублей. Мне очень интересен здесь восьмой номер Журден де Ло. Французский жеребец, рожден во Франции. В трехлетнем возрасте имеет рекорд 2-1,8. И вот он со стороны типичный француз. Не просто ему как-то и повороты проходить. И, может быть, первым колесом Марин Воробьева сознательно немного крутит на нем. Таким полуторанодвойным колесом. И прям видно, что он крупный еще в какой-то степени. Не сырой, но при этом обладает уже неплохим рекордом. Внук Рэдди Кэша. Да, опять-таки же, действительно, все французы, они такие в основном позднеспелые. И действительно, ну, конечно бы, вот ему, наверное, как раз 2-400 бы точно подошло лучше. Но дистанция только 1600 метров. И мы видим действительно такая, ну, не совсем прогулочная езда. Но Марина Воробьева так достаточно вальяжно едет вторым колесом, не пытаясь... Да, сознательно. Причем здесь пускают по бровке Виталия Таничного-младшего на парижанке. Хотя, на самом деле, вот если говорить про парижанку... Не боится его абсолютно, парижанка. Я бы, на самом деле, пытался бы, может быть, сесть в спину, пусть даже и вторым колесом. Потому что, ну, понимая возможности собственной лошади, единственный шанс обыграть такого, ну, практически явного фаворита был, наверное, только из-за спины. Ну, Виталий решил проехать всю дистанцию в открытую, раскатывая восьмого номера. Ну, собственно говоря, у него это, правда, не получилось. Первая четверть была 31 ровно. Для этих лошадей очень приличная четверть, с учетом того, что, как мы уже сегодня отмечали, не самый резвый беговой день в целом. Вторая тоже 31 ровно. Минута 2 полкруга для этих лошадей. Ну, опять-таки же, у них рекорды 2-3 и 2-1, в принципе, достаточно легко. Для них, по идее, должна быть 31 четверть, тем более первая с приема. То есть здесь можно было бы ожидать четверть даже и порезвее, если уже говорить о такой, так скажем, более боевой такой какой-то езде. Поэтому, в принципе, наездники явно раскладывали этот заезд так легко, вальяжно и, ну, что называется, не упираясь. Третья четверть, 31,6. Немного дали передохнуть, совсем чуть-чуть, да? Чуть-чуть тормознули. Заканчивали 30,8. Вот отрадно, что то, что заканчивали, это хорошо. На финиш Жердендело добавил. Да, ну и как мы видим, в принципе, Марина Воробьева, понимая, что она выигрывает, она уже, собственно говоря, не посылает больше лошадей. То есть она понимает, что этого достаточно. Ну и, собственно говоря, зачем? Ну, а Виталий Танишин, в принципе, так достаточно активно посылал. Но после того, как понял, что шансов нет, я думаю, что просто опасаясь сбить лошадь, голову к столбу, просто не стал посылать. На сегодняшний день, откровенно говоря, Жердендело по этой кампании смотрелся просто сильнее. Да. Все-таки не самые сильные трехлетки против него были. И действительно, как бы для него эта езда была достаточно легкой. И явно видно было, что для него не составляло труда проехать и вторым колесом, и сделать вот этот вот бросок на финише. И езда была так прогулочной. Подводим итоги этого интересного заезда для трехлетних лошадей. Хотя, хотя в записке очень интересные и перспективные лошади все-таки здесь присутствуют. Да, которые могут как раз о себе заявить в более старшем возрасте. Две, две, четыре и четыре. Как вам секунды? Такие рабочие секунды. Комфортные, да? Комфортные. Опять-таки же, это явно секунды, конечно, не чемпионов, не топ-класса лошадей. Может быть, не сейчас пока. Да, поэтому я думаю, что это лошади просто подходят. Опять-таки же, сейчас, ну, я думаю, что зимнего как такового сезона у нас не будет. Тем более, все-таки, если... До Нового года, как минимум. Ну, до Нового года сейчас уже грязь скоро пойдет, поэтому я думаю, что им будет тяжеловато. Вот. Ну, а на лето посмотрим, кто куда поедет. Евгения, огромное вам спасибо за компанию. Рад был вас видеть. Наша передача подходит к концу. Смотрите нас на Ютубе, ставьте лайки, оставляйте комментарии. На этом все. С удовольствием до свидания.